Руди де Калпиня Упори, жертвы Перевод Виолетты Семеновой Читает Евгений Бразуль-Брушковский Спать я ложусь обычно не позже одиннадцати, чтобы утром, когда безжалостно и жестоко напоминает о себе будильник, быть такой, как требует наш начальник. Во-первых, достаточно и хорошо выспавшийся, во-вторых, прекрасно отдохнувший, в-третьих, в приподнятом настроении. Именно поэтому я не имею возможности долго сидеть перед телевизором. Начальник окидывает всех нас профессиональным оценивающим взглядом и моментально замечает, у кого мешочки под глазами, у кого серый цвет лица, а это, по его мнению, является свидетельством беспокойной, неполноценно проведенной ночи. Подчиненные обязаны уважать его требования. Наш небольшой коллектив, всего пять человек, подозревают, что начальник начитался зарубежных романов о руководстве фирм и изо всех сил старается им подражать. Прямо скажем, небезуспешно. Кстати, подчиненных он выслушивает любезнее, если они начинают разговор с обращения «шеф». Должно быть, это слово кажется нашему заведующему более благозвучным, чем избитая «начальник», потому что позволяет вообразить, будто он занимает более высокий пост. По призванию шеф – настоящий работяга. Многочисленные лозунги на стенах его кабинета призывают трудиться прилежнее, производительнее и с полной самоотдачей. «Нам пятерым отведена в конторе небольшая комнатка. Четыре стола сдвинуты вместе по два. За ними сидят Герта, Ундина, Виллис и Лаймонис. Пятый поставили в конец комнаты возле двери. Этот стол, разумеется, мой. Я здесь самая молодая и пришла позже всех. До сих пор мне неясно, чем занимается наш отдел. Ундине, например, приносит с самого утра небольшие карточки, которые она должна зарегистрировать в книге. Она справляется с этим к десяти, иногда к половине одиннадцатого. Остальное время и до конца рабочего дня Ундина переписывает гороскопы. Иногда она даже переводит их, потому что довольно хорошо владеет русским и английским. Из редких разговоров я поняла, что лет двадцать назад Ундина окончила английское отделение. Обычно она увлеченно копается в своих гороскопах и никому не мешает. Только изредка поднимает голову, прочтет одно или нескольких предложений и выразительно посмотрит на того, кому они предназначались, а потом резюмирует не в бровь, а в глаз. Случается, этими своими восклицаниями Ундина спугивает и самые прекрасные мечты, прерывает безудержный полет фантазии. Герта беспрерывно читает. Чаще всего поваренные книги времен бабушек. Но недавно она изучала прием гостей, а последние недели в самом прямом смысле слова гоняется за разными диетами и интересуется количеством калорий, содержащихся в каждом из продуктов. Ундина и Герта работают вместе уже одиннадцатый год и, наверное, как раз поэтому не болтают друг с другом. За долгие годы они надоели одна другой и большую часть дня проводят в молчании. Каждое утро в десять, то есть когда открывается ближайшее кафе, Виллис и Лайманис отправляются на второй завтрак. Порой, преодолев свою невероятную скупость, они приглашают одну из дам, кокетливо кружат возле нее, как озорные поросята, и со скрипом в складчину угощают чашечкой кофе и самой дешевой булочкой. Надо сказать, что Виллис и Лайманис единодушны в своих действиях и привязаны друг к другу, как мальчишки-школьники. Лайманис очень внимателен к Виллису, и Виллис, в свою очередь, заботится о Лайманисе. Их любимое занятие – уход за руками. Кожа у них на руках белая и нежная, как у тургеневских барышень. Увлеченно, по полчаса в день они занимаются ногтями, аккуратно их подпиливают. В нашей комнате только Виллис и Лайманис поддерживают между собой разговор. Я, когда скука совсем одолеет, тоже нет-нет, да и вставлю какое словечко, но они притворяются, будто ничего не слышали. Ни Виллис, ни Лайманис не стремятся завоевать мою симпатию. Ко мне они безразличны. Начальник чаще всего называет меня просто молодым специалистом, когда он забывает мое, не правда ли, сложное имя – Лелде. Чем занимается начальник, я тоже не знаю, но во всяком случае выглядит он гораздо более обремененным обязанностями, чем другие. Иногда он дает мне задание поставить штемпеля на пустых бланках, что я выполняю с великим пылом. Но чаще всего мы читаем только ундина, нет, она пишет. Читаем мы в условиях несколько рискованных. Можно даже сказать, что это игра с огнем. Наша комната – одна из многих в длинном коридоре, по которому ходит немало людей. На стук каблучков, мелкую рысь и шарканье мы внимания не обращаем, но едва заслышим шаги, которые несут опасность, напрягаемся. Ага, начальник возжаждал взглянуть на нас. Тут мы готовы в любой момент задвинуть ящики столов, где лежат раскрытые книги. Случается, что и перестараемся, напрасно прервем чтение, потому что шаги проходят мимо. Вот единственное, что на какой-то миг объединяет всех нас. Когда опасность миновала, блаженно вздыхаем, переглядываемся радостно и говорим, нет, это же сплошная порча нервов. И читаем дальше. На наших столах разложено множество бумаг, чтобы создавалось впечатление, будто мы работаем, не поднимая головы. Начальнику это нравится. По-моему, он не только догадывается, но и прекрасно знает, что нам нечего делать. По части дисциплины начальник очень строг и требователен. В 9.00 и в 14.00 он является проверить наличие сотрудников и таким образом воспитывает нас на личном примере. Тратить полчаса на кофе разрешено только Виллису и Лаймонису, еще той даме, которую они пригласили. Это утро ничем от других не отличается. В 8.59 мы наваливаем на свои столы новые вороха бумаг, а в 9.00 восклицаем наперебой «Доброе утро, шеф! Какое прекрасное утро, шеф!» Начальник, как всегда, поднимает правую руку и, считая, загибает пальцы, пока не получится кулак, потом кивает. Теперь мне ясно, что большой палец это Виллис, указательный Ундина, средний Герта, мизинец Лаймонис, а безымянный конечно я. После ухода начальника я сперва читаю, потом принимаюсь рисовать всякие загогулины, потому что бумаги у нас навалом. И так до самого обеда. В обеденный перерыв я обычно встречаюсь с Робертом, потому что он работает по вечерам, а ждать от выходных до выходных мы не хотим. Неподалеку от учреждения, где я провожу восемь часов в день, находится столовая. Около часа дня Роберт занимает там очередь, берет два замызганных подноса, такие же вилки и ложки, и преданно дожидается меня. Потом у нас остается еще двадцать минут на прогулку по свежему воздуху, и тогда мы мечтаем, как прекрасно было бы обедать в ресторане. Мы бы ели спокойно, не торопясь, посуда была бы чистая. К сожалению, мы не можем позволить себе такое удовольствие. У Роберта мало денег, у меня времени. Без пятнадцати два поворачиваем ко моей работе. Роберт уговаривает зайти в ближайшую подворотню. Там можно спрятаться от любопытных и осуждающих взглядов, и мы целуемся. Сперва я предаюсь этим неповторимым мгновением сей душой, но потом начинаю тревожиться, хватая руку Роберта, нащупывая часы, и прихожу в себя, возвращаясь в нормальное измерение. Роберт упрекает, что я стала до невозможности нервной, и категорически отказывается приваскать меня. Случается, однако, что мы совершенно забываемся и целуемся до без одной минуты-два, а это уже опасно, и я в жутком темпе мчусь в контору, запыхавшись, сажусь за свой стол, а когда отдышусь, принимаюсь читать или мечтать. И сегодня тоже он меня ждал. Немножко понежничали, стоя в очереди, но ничего особенного. За едой Роберт сообщил мне, что у него много денег. Не сказать, правда, чтобы очень, но достаточно, чтобы провести один день как отпрыски расхитителей государственной собственности. «Пойдем в какое-нибудь нормальное место», сказал он, и, взглянув на шницель, который ел ежедневно, так презрительно сморщил нос, будто бы пришел в столовку впервые. «Ну, хватит торчать в этой забегаловке, такой жрачкой и отравиться недолго». Как настоящий современный молодой человек, Роберт во всеуслышание высказал свои искренние, идущие от души мысли и демонстративно отпихнул тарелку, с которой с которой уже начал было есть. В тринадцать часов сорок пять минут мы сидели и подкреплялись в каком-то погребке. Роберт глядел вокруг такими восторженными глазами, что казалось, даже в подобном заведении он никогда не бывал. «Сперва я все время думал о работе. Главное, что скажет начальник. Мне не хватает сознательности, я живу только сегодняшним днем, но за опоздание на работу не побить нельзя, не засадить в тюрьму, поэтому я вполне спокойно примирилась со своими мыслями, которые липли ко мне, как невзрачные женщины к вечерним прохожим возле Витземского рынка, так что волей-неволей приходилось обращать на них внимание, и без труда, включившись в нужное настроение, я постаралась относиться к своему другу как можно внимательнее. Роберт, хотя и простой рабочий парень, но гораздо добропорядочнее, чем я. Около половины пятого он смущенно сказал, что ему пора на работу, и мы пошли. На остановке он попытался засунуть меня в троллейбус, где кипели страсти, но это ему не удалось, а потому пришлось выслушивать мои причитания. Он успокаивал. Он успокаивал, как мог, мол, голову с меня никто не снимет, а это, по его мнению, самое прекрасное, что только может быть в подобной ситуации. В конце концов, расстались сердитые друг на друга. Я понятия не имела, какое наказание меня ждет, и как раз незнание было самым ужасным. Приготовилась выслушать замечание, что ни Виллис, ни Лаймонис, ни Герта, ни Ундина, хотя и старше меня, а стало быть, люди более уважаемые, никогда ничего подобного себе не позволяли. Допускала возможность, что меня выругают, долго будут объяснять понятие трудовая дисциплина, которое сейчас пошло в моду, и, наконец, прикажут написать объяснительную. Если же в очередную получку эта моя шалость отзовется на содержимом кошелька, тоже не слишком-то буду переживать. Моя мини-зарплата идет мне на карманные расходы, так же, как и у других девушек, которые только-только начали работать. Никогда еще в жизни у меня не тряслось так все внутри, как в тот момент, когда я робко открывала дверь нашей конторы. Вообще все вокруг было по-прежнему, никаких перемен, если не считать листа бумаги на моем столе. На листе яркими каллиграфическими буквами было написано «вышло». Высокий художественный уровень исполнения говорил о том, что кто-то из коллег трудился больше десяти минут и вложил в работу всю душу. Увидев меня, они даже слова не сказали. Только я уселась, вошла тетя Элла, наша уборщица, единственный человек, который действительно что-то делает. Поздоровавшись, тетя Элла обычно ужасалась нашей бездеятельности, особое ударение делая на Виллисе и Лаймонисе, которое, по ее мнению, похоже на завитых пуделей, а мужчиной от них даже и не пахнет. Слыша это, Виллис и Лаймонис мило улыбались. Возможно, считали, что слова уборщицы относятся не к ним, или же принимали их за недвусмысленный комплимент. Тетя Элла то и дело жаловалась, что у нее сердце болит, когда приходится убирать за такими лодырями, как мы. Не успели мы по-настоящему разговориться, как мой слух, хорошо развившийся за последние пять месяцев, уловил звук знакомых шагов. Они угрожающе приближались. Я не ошиблась. Это был начальник. Мне так хотелось подняться в воздух и улететь подальше отсюда, что от напряжения показалось даже будто вишу между лампой дневного света и столом. — Добрый день, шеф, — сказала тетя Элла. — Пойдемте со мной, — начальник кивнул мне. Десять метров до его кабинета показались мне километром. Кресло, в котором я сидела, было мягким, в нем можно было утонуть, и это успокаивало. На всякий случай опустило глаза, пусть шеф с самого начала поймет, как глубоко я сожалею о своем прегрешении и что готова сполна искупить вину. Сперва он справился о моем самочувствии, и в его голосе не было даже намека на иронию. Затем начальник попытался вспомнить, как меня зовут, но ничего из этого не вышло, и я была вынуждена напомнить ему свое имя. За десять минут, которые мы провели в полном молчании, я попробовала мысленно перечислить все, что успела бы сделать дома, если бы долг не велел мне отсиживать здесь по восемь часов. Тогда меня можно было бы счесть гораздо более порядочной девушкой, а вечера я посвятила бы занятиям совсем иного толка. Если бы они не придали моим дням содержательности, то, по крайней мере, сделали бы их более интересными, приятными. за окном шла обычная уличная жизнь. Мне хотелось очутиться среди пешеходов, и пусть городская пыль покрывает меня, словно толстый липкий снег. Казалось, я сейчас задохнусь в гнетущей атмосфере кабинета. Так велика была жажда свободы, свободы, которая ждала там, на улице, и до восемнадцати часов была мне недоступна. Начальник принялся мурлыкать песенку, известную всем слоям общества. Мелодия у него получалась неверна, поэтому я почувствовала необходимость присоединиться к нему и помочь. Никогда не видела его таким человечным и приятным. Начальник распустил галстук и даже снял пиджак. Оказалось, что у него изрядное брюшко. Однако счастливым выглядел шеф. Голос его был тихим и несмелым. Возможно, он сомневался, достаточно ли выносливый его мягкое кресло и полированный письменный стол. Мне опять с ним очень понравилось. Неразмашистыми, бережными движениями рук он придерживал мой сильный альт, стремившийся перекрыть его тенор, но в целом он тоже был доволен и здорово улыбался. А лишь на последнем куплете лицо его приняло такое же выражение, как в те минуты, когда он нас пересчитывал. Чистый лист бумаги и авторучка были приготовлены заранее. Начальник озабоченно посоветовал, чтобы в объяснительной я указала какую-нибудь более или менее достоверную причину, что-нибудь из жизни, за исключением недоразумений с транспортом. Например, розыски украденной сумочки, головокружение, рвота, понос или начало менструации. Что-нибудь такое, чем можно было бы меня оправдать и сказать спасибо за то, что, подстегивая мои долгом, я из последних сил притащилась на работу. Но я смогла написать только три слова. «По собственному желанию». Тупо смотрела на них, пока весь лист не запестрел. «По собственному желанию». «По собственному желанию». «По собственному желанию». Три слова. Двадцать одна буква. В них бушевало мое пятимесячное отчаянное стремление вырваться. Оно было во много раз мощнее той ничтожной силы, которой обладали эти буквы и слова, потому что я считалась молодым специалистом и обязана была отработать три года. начальник «Нам нам еще какое-то время придется сидеть вместе». Затем он отпустил меня. Закрывая за собой дверь, я увидела, как начальник раскладывает на столе бумаги. Такие же, какие он каждое утро в девять ноль ноль осматривает на столах Герты, Ундина, Виллиса, Лаймелеса и Майона. Написано в 1985 году. На русском языке опубликовано в книге «Голубь под дождем. Молодая латышская проза. 1991 год».